МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программы «Духовная жизнь». С нашим постоянным гостем, священником Максимом Курленко, сегодня мы решили встретиться и продолжить беседу в одном из старейших храмов города Чебоксары – Церковь Воскресения Христова. Находится она рядом с речным портом, в самом начале дороги к храму. Церковь Воскресения Христова была построена в далеком 1758 году на средства прихожан. Судьба у нее непростая. Ее то разбирали, то восстанавливали вновь, то перестраивали, то реконструировали. В 1941 году храм был закрыт и переоборудован под соляной склад. Богослужение в нем возобновилось только в 1990 году. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что нужно сделать в первую очередь, перед тем, как войти в храм? Перед тем, как войти в храм, я думаю, самое главное – это нужно правильно настроиться, ради чего мы идем в храм, зачем мы вообще туда идем, что мы хотим, как сейчас говорить удобно на выходе. Главное самое – это встреча с Богом. То есть настроились. Да, правильно, мы настроились. Мы настроились на то, что мы здесь встретим Бога. Мы настроились на то, что это особое сакральное место, присутствие благодати Святого Духа. И вот этот настрой, он помогает нам действительно осуществить эту встречу. Есть такая традиция, что перед входом в храм мы крестимся, и тем самым, накладывая на себя крестное знамение, мы внешне выражаем свою веру, выражаем свое участие и причастность к той традиции, которой мы принадлежим, к традиции православной церкви. Правильно креститься нужно таким образом. Три перста складываем во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и два складываем – это обозначает две природы Христа – божественная и человеческая. Когда-то до реформы еще Никона крестились двумя перстами, но принцип сохранялся один и тот же. Тоже два перста – это две природы – божественная и человеческая, и три перста – это во имя Святой Троицы. Это символ. В храме все символично. Вот, это символ выражения нашей веры. Выражение нашей веры. Вообще, первые христиане, надо сказать, что они крестились одним пальцем. И крестное знамение появилось в первые века христианства, когда начались гонения. Вот римские колизеи, можно представить, когда убивали христиан, мучили их, и стравливали диким зверям. Первые гонения они начались при императоре Нероне. И вот эта масса народа, которая требует хлеба и зрелищ, и внушили, что это преступники против государства. Вот они кричали, скандировали, чтобы убить тех, кого выводят сейчас между гладиаторскими боями. Совершались вот эти страшные убийства. И колизеин, в принципе, весь пропитан мученической кровью христиан. И вот христиане, чтобы показать, что их убивают, не как преступников. Потому что что-то сказать народу, перекричать, это невозможно. Вот эта скандирующая масса людей, которая хочет крови, хлеба и зрелищ, это невозможно. Они просто показывали, за что их убивают. И первые крестьяне крестились одним пальцем. Но они также накладывали на себя крестное знамение, что их убивает за то, что они исповедуют Христа. А сейчас? Да. А сейчас традиция меняется. И поэтому те, кто говорят о том, что церковь стоит на одном месте, и весь мир меняется и так далее. В церкви тоже происходят некоторые перемены в зависимости от того, в какое время общественная формация меняется и живет церковь. Но суть остается той же. Правой рукой получается. То есть в главном единстве, во второстепенном многообразии. Поэтому крестное знамение, которое традиционно сейчас у нас принято, оно правой рукой накладывается. Мы накладываем на чело, накладываем на живот и на грудь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А вот те, кто левша, например? Те, кто левша или у кого нет одной руки, вот у меня прихожанка одна в храме, у нее нет руки, она накладывает крестное знамение левой рукой. Не страшно. Это не страшно, конечно. Самое главное – это выразить нашу сопричастность с той верой, которую мы исповедуем, чтобы это помогло нам настроиться. Хорошо. Ну тогда пройдемся. Скажите, пожалуйста, о форме одежды. Откуда такая традиция? Женщины должны заходить в храм в длинном платье, в длинной юбке, с покрытой головой, а мужчины наоборот, с непокрытой головой в храм. Эта традиция, она еще идет из библейских времен. Смысл ее в том, чтобы женщина должна оставаться женщиной и носить женскую одежду. Это самый главный смысл. Если мы прочитаем в Ветхом Завете, есть такое установление от Бога, книга Второзакония, 22 глава, 5 стих, если не ошибаюсь, что женщина не должна надевать мужскую одежду, а мужчина не должен носить женскую одежду, потому что это мерзость перед Богом. Поэтому здесь вопрос традиций. Понятно, что в древние библейские времена юбок и брюк не было, но там все равно различалась одежда мужчины и женщины. То есть идентификация человека, его пола и, соответственно, и ответственности, которую человек берет, когда он является мужчиной или женщиной. ответственность перед Богом, то задание, которое дает Бог и мужчине, и женщине. Сейчас традиция такая, что многие женщины начинают одевать брюки, джинсы. Это везде и повсеместно, это удобно. И хочется зайти в храм, помолиться. Что теперь делать? Я думаю, что если человек православный, он должен прежде всего слышать, что говорит Бог. Он говорит, что мужчина должен носить мужскую одежду. Если сейчас в нашей традиции, в которой мы живем, брюки все-таки являются мужской одеждой, юбки являются женской одеждой, то нужно исследовать этому, следовать, идентифицировать себя так, как нас создал Господь Бог. Поэтому это также ответ всему ЛГБТ-сообществу, которое сейчас вносит вот эту сумятицу в те границы, которые создает Господь. Только сохраняя границы, мы можем спастись. И вот еще второй момент. Это момент эстетики уважения к другим людям. Если женщина заходит в брюках, а, соответственно, брюки, галифы же никто не носит из женщин. Вот, поэтому одевают брюки такие, чтобы были видны ноги, чтобы они там облегали, чтобы все части тела были видны, чтобы себя показать, как-то привлечь внимание. Это тоже элемент некой гордости. Вместо того, чтобы быть верной мужу, в этом происходит некий момент как бы нарушения верности, если она замужем, некий момент блуда даже есть здесь. А еще приходит в храм. И получается, что женщина, которая приходит в храм в джинсах, вот в таких, или юбка даже, но она короткая юбка, это все равно внимание обращает на себя. Какая молитва может быть у других людей, если там женщина обращает на себя вот такого рода внимание? Это одни осуждают ее, в основном другие женщины, а другие мужчины, они или осуждают, или они не молятся. Потому что это отвлекает. Это отвлекает, конечно. Поэтому, когда мы приходим в храм, мы должны подумать, что мы должны одеваться скромно, что мы идем туда молиться и встретить Бога. Мы должны уважать других людей, которые также идут туда встречать Бога. Не мешать, не одевать ничего яркого, не надо краситься вот эти накладные ресницы разные в храм, и вот эти там яркую одежду, короткие юбки, какой-то парфюм де Франс, чтобы он на весь храм, так сказать, это вот благоухать, что это я такой, да, или я такая. Поэтому не надо себя показывать. То есть нужно понимать, что это не публичное место, в котором мы показываем себя. Здесь есть свои правила. Как поговорка, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому, если хотят на улице себя демонстрировать, как они оформлять, как они, пожалуйста. Но здесь определенное сакральное место и определенные правила. Если женщина все-таки пришла, но она сказала, что, ой, а я забыла, а я забыла, да, но она может взять на свои брюки, одеть, вот завязать, повернуть, завязать, чтобы, по крайней мере, не было видно ее стройных ног, и чтобы это никого не смущало. Почему мужчины с непокрытой головой, а женщины, наоборот, с покрытой? Платки – это древняя традиция замужней женщины. Это еще до Нового Завета, Ветхозаветные времена, носили, покрывали голову, чтобы показать, что женщина уже не демонстрирует свои какие-то части тела, или прекрасные волосы свои. И она себя скрывает, она себя только мужу посвящает, и показывает, что я замужем. И таким образом она исполняет божественное установление. То есть она исполняет то, что сказал Господь, а раз исполняет то, что сказал Господь, то и обращается к Богу, и Господь слышит. Потому что как будет слышать Господь, если в гордости приходит в храм, и там сказать, я сама решу, что мне одевать, как мне носить. Если мы прочитаем апостола Павла, там он как раз говорит об этом, первое послание к Коринфянам, если не ошибаюсь, 11 глава, он говорит о том, что муж – слава Бога, а жена – слава мужа. То есть вот эта иерархия субподчиненности, она раскрывается именно в словах апостола Павла. И поэтому он говорит дальше, что женщина должна молиться с покрытой головой, это знак власти мужа над ней. То есть вот таким образом в церкви сохраняется эта традиция. Здравствуйте, а можно свечки? Да, конечно. Как-либо. Ну вот, давайте. Большую, маленькую. Скажите, пожалуйста, отец Максим, вот откуда пошла такая традиция зажигать в храме свечи? Что вот они обозначают, что символизируют, и обязательно ли ставят свечи? Свеча, традиция, она идет с ранних времен христианства. Когда собирались христиане молиться, соответственно, электричества тогда не было, а освещали храмы свечами. Потом это продолжение ветхозаветной богослужебной традиции, когда Господь Бог говорит Моисею, какая должна быть скиния, то есть первый храм переносной. Он говорит там размеры храма, говорит его устройство, основные элементы устройства, и в том числе он говорит, что должны быть светильники. И вот свечи, они как бы заменяют эти светильники, которые должны гореть. Они несут некий символизм. В храме все символично, ведь сам храм – это и есть символ, символ Царства Божия здесь на земле. И в храме все символично, и в том числе и свеча, она несет вот этот символ. Главный символ свечи – это отделение света от тьмы. Это вот первые вообще главы Евангелия, что свет пришел в этот мир, и тьма уже над ним не властна. Отделение света от тьмы. И вот символ горящей свечи – это символ нашей молитвы, символ того света, причастниками которого мы являемся. Ведь сколько горит свеча, если собрать всю тьму этого мира, она не сможет как бы ее закрыть. Свеча будет гореть, она обладает определенной силой, определенной энергией. И так же и человек, который носит благодать Божию в сердце, то вся тьма, если бы скопилась над ним, она не сможет его победить. И вот эти символы, они помогают нам правильно настроиться. Как я уже говорил, все символично в храме. Допустим, иконы, если даже взять, они тоже несут определенные символы и помогают нам в настрой правильный совершить. Допустим, если мы молимся в бетонном каком-то бункере, бетонные стены вокруг, или мы молимся, где вокруг иконы, где свечи горят, где благухание, ладно, совершенно другой настрой и атмосфера. Символы дают возможность нам как бы совершать поэзию нашей молитвы. Поэзия. Ведь, понимаете, поэт – это определенный дар поэта. Он способен проникнуть в некие глубины и через образы принести это сюда, наружу, да, через образы. И здесь тоже поэзия. Ведь каждый богослов, великий богослов, кого почитает церковь, по сути, тоже поэт, но религиозный поэт. Скажите, а свечи нужно покупать обязательно? Именно вот мы пришли в этот храм, я должна купить свечи только здесь? Или я могу принести с собой другие свечи из другого храма? Это вопрос этики. Этики. Да, потому что храм, он существует на пожертвования прихожан и на то, что заказывают молитвы и свечи. Но у храма есть свои расходы, соответственно, там отопление, зарплата, и священникам, и тем, кто работает в храме. И поэтому свеча – это еще и жертва храма. Поэтому не возбраняется, конечно, можно и со своими, но это вопрос этики. Много молодежи сейчас, я думаю, которые идут в храм для того, чтобы встретить Бога, и поэтому свеча, она может помочь, настроить душу. Но если даже и без свечи прийти, помолиться, обратиться к Богу, то и вполне возможно и так. То есть, соответственно, неважно, купим мы одну свечку или две, три, нет такого количества определенного? Или нужно обязательно четное, или обязательно нечетное? Здесь вопрос нашей совести, нашего устроения, устроения нашей души. Вот если я иду, и для меня свеча, она важна, она является выражением сопричастности к традиции, я вкладываю большое внимание к тому, что есть свеча, и вот как она мне помогает, и что я знаю, что вот у меня есть там родные, я хочу за каждую поставить свечку, пожалуйста. Хочу поставить за упокой, и в храме вот за упокой ставится в одном месте свечи, за здравие, да, в другом. Ну, вы покажете, да, куда главное свечи нужно в храме ставить? Свечи их можно ставить как за здравие, так и за упокой. Вообще во всех храмах есть определенный столик, тетропот он называется, или еще канон, или канун. В общем, здесь вот ставятся свечи за упокой. Свечи за здравие ставятся на подсвечниках, вот центральный подсвечник, это говорят к празднику поставить, допустим, да, это вот именно центральный подсвечник. И также подсвечники стоят около чтимых икон, именно Святому или Богородицу, вот рядом с иконой стоит подсвечник, мы ставим именно этой иконе, чтобы помолиться. Допустим, как ставится свеча? Здесь важен момент, очень важный момент, чтобы не накапать с теорином. То есть мы зажигаем свечу, мы чуть-чуть вот так вот сделаем, чтобы она стояла крепко, и ставим ее. Если у нас не получилось с первого раза, то она маленькая, свечка тоненькая. Ну вот, теперь она стоит достаточно крепко, мы перекрестимся, вот перекрестимся и помолимся, чтобы Господь услышал наши молитвы. Важно понимать, что здесь нет никакой мистики. Вот часто люди, они там боятся, через какое плечо там свечу передать, через правое или через левое, вверх ногами ты ее, дескать, поставил, или еще всякие глупости придумают. Свечи нету, ног и головы тоже. Это один шнурочек такой, когда производство свечей, если кто не видел, то примерно так происходит. Шнурок такой, вот внутри фитилек, и машина разрезает на равные части, поэтому ног и головы у нее нет. Но важно, чтобы перед тем, как ставить, просто вот фитилек зачистить, чтобы удобно было зажечь его. Если мы зажигаем от лампадки, здесь нет свечей, то чтобы не накапать туда, и, соответственно, не накапать на пол, потому что здесь работницы, кто работают, они будут это чистить, убирать. Может быть, ворчать даже. Ну, это просто уважать труд работников в храму. Хорошо, тогда скажите, чтобы развенчать все остальные мифы, о правилах поведения в храме. Вот что можно делать, что делать категорически нельзя? Какие правила? Вот сейчас многие приходят с сотовыми телефонами, например, во время службы. Бывает такое. Это тоже вопрос уважения к другим людям. Конечно, надо стараться не забывать, не быть рассеянными, чтобы выключать сотовый телефон. А кроме этого, какие есть правила? Ну, об одежде мы уже поговорили. Я думаю, что если человек приходит и не знает, как себя вести в храме, нужно вставить в стороночку и посмотреть, как ведут себя другие люди. Вообще, совесть, она подскажет. Вообще, если человек воспитанный, если он воспитанный, то он ведет себя воспитанно и за пределами храма, и здесь. Он поймет и почувствует, что может ранить другого человека, как-то смутить. А если человек не вежит, вот он ведет себя нахально и хамски, он будет стараться и здесь, других там отталкивать, пустите, я поставлю, а почему мы свечку рано убрали, или там по телефону разговаривать громко, или с другим человеком. И, к сожалению, таких случаев бывает достаточно. А как часто нужно креститься? И есть ли такое понятие, что... Ну, опять же, надо смотреть, как крестятся другие, так и накладываться. Ориентироваться на окружающих. Не всегда в храме есть, наверное, люди, которые помогут и подскажут, вот где они. Конечно, конечно. Нужно обратиться к любому человеку, ну, кто рядышком стоит, тихонечко, спокойно спросить. Я больше чем уверен, что вы получите ответ на свой вопрос. Надо ничего не бояться. Часто люди боятся переступить порог к храму, потому что, а я ничего не знаю. Не надо бояться. Ведь мы идем к Богу, и всегда вот наш путь к Богу, это всегда путь препятствий. Никогда нам ковровую дорожку не выстилут перед нами, не скажут, что мы вас давно ждали, как прекрасно, что вы пришли. Это всегда препятствие. Надо понимать и настраивать себя, что мы идем сюда именно к Богу, не к священнику, не к бабушкам, которые здесь. Они могут нас обидеть, или что-то сказать грубое, что-то не так пришло, еще, может быть, что-то человек не знает. Священник, может быть, внимания должного не уделил. И мы должны понимать, что это не является той причиной, которая нас вытолкнет из храма, и мы скажем, все, мы больше сюда никогда не придем. Нет. Мы идем именно к Богу, к Творцу. Тогда вот скажите, мы поворачиваемся лицом, очень много икон красивых. Вот что это? Как это называется? Ну, здесь мы видим иконостас, который разделяет нас от алтаря, от самого главного места, где совершается божественная литургия, где совершается вся кульминация богослужения. Отделяет, чтобы отделить святыню от тех людей, кто может быть не должным образом и правильно может воспринять эту святыню. Вот это появилась перегородка, называемый иконостас по-гречески, и появилась в IV веке. И Василий Великий, такой святой, который написал о литургии, мы сейчас до сих пор молимся, особенно сейчас, вот в Великий пост идет о литургии Василия Великого по воскресеньям. Вот он дал такое установление, что появилась некая завеса и перегородка. Там есть предание такой случая, что вообще все это произошло после того, как император Римской империи Константин Великий издал Миланский эдикт, что христиане перестали вот как-то преследоваться, и легализовалось христианство в империи. В церковь повалило огромное количество людей, которые не были церковными. То есть обмерщение церкви начало происходить. И вот эта перегородка, как результат того, чтобы это обмерщение не допустить до самой святыни, чтобы сохранить святыню. А причина, вот в предании есть такое, я читал, что Василий Великий, когда совершал литургию, он вдруг увидел, что один из диаконов, который совершает с ним рядом с престолом службу, он вдруг засмотрелся на красивую девушку в храме и, так сказать, отвлекался. И он так его поругал, значит, и решил, что в определенные моменты богослужения нужно вот эту тайну скрывать. И есть моменты богослужения, где царские ворота открываются, где вот мы становимся сопричастниками того, что происходит там на престоле. Вот в эти моменты богослужения, особенно если кто сидит, желательно бы вставать. Но вот в другие моменты богослужения, если кто, соответственно, устал сильно, то могут присесть. То есть можно, да? Вот как раз я тоже вижу, есть лавочки, служба идет долго. Сейчас, да, да, да. Если человек устал, он может сесть, но когда открываются царские врата, желательно бы встать. Но опять же надо смотреть на всех других людей. Царские врата – это символ? Да. Царские врата – это символ тех врат, которые нас как бы допускают до самой главной тайны. Царские врата, вы видите, там икона Благовещения. Это как раз именно с Благой Вести начиналось вообще все Евангелие. Евангелие переводится как Благая Весть. И евангелисты, четыре евангелиста всегда изображаются на царских вратах, которые привели нас через свои Евангелие именно к этой тайне. Также всегда на царских вратах мы можем увидеть икону Вечери Господней, Тайной Вечери. Именно это Тайное Вечери совершается во времени и в пространстве, во время каждой литургии продолжает совершаться. И здесь вот можно увидеть некую возвышенность. Это тоже некий символ. Это символ того, как Христос выходил на проповедь, известная Нагорная проповедь на некой возвышенности. Он встал, чтобы говорить о заповеди блаженства, о своей Нагорной проповеди. И когда священник во время богослужения выходит из диаконских врат, с Евангелия, это как раз тоже символ того, что священник – это литургическая икона Христа. Поэтому женщина не может быть священником, потому что Христос был мужчиной. Понимаете, он является литургической иконой Христа. Не потому что ущемляется достоинство женщины и так далее. И вот он находится на некой возвышенности, как символ того, что Христос на возвышенности говорил свою известную Нагорную проповедь. И кому интересно, можете прочитать Евангелие от Матфея с 5 по 7 главу. Расскажите немного о молитве. Говорят, правда ли то, что одна единственная молитва всего существует, которую нам оставил Господь Бог? Все остальные выдуманы, придуманы людьми, священниками, пасторами. Да, в ваших словах есть, правда, совершенно я с вами согласен. В Евангелии он дал нам молитву Отче наш. Дал нам молитву Отче наш. Но, опять же, он не сказал, что молитесь только этой молитвой. Он и сам молился другими словами, допустим, гепсиманское моление, что минует чаша, что минует эта чаша меня. Понимаете, он молился от всего сердца. И нам заповедовал, вот это самая главная составляющая молитвы, это молиться от всего сердца. Эта молитва должна быть крик души и желание встретить Бога и Творца. И вот как в этой молитве, в этом духовном опыте человека оформляется все это в словах, то, конечно, этот опыт может быть передан и другим людям. То есть мы являемся сопричастниками того опыта, которым жили многие святые. Те молитвы, которые у нас общеприняты здесь, допустим, на богослужении читаются, там каноны или из книги Псалтери очень часто, вот в богослужении мы слышим слова или молитвы по молитвослову утренней и вечерней, это все молитвы написаны святыми. Мы как бы примеряем на себя ту духовную одежду, тот опыт духовных святых, которые вот жили этим. Но это не означает, что мы не должны молиться своими словами. Самое главное в молитве, это прежде всего наш крик души, наше вызывание. Скажите, пожалуйста, есть какая-то молитва, которую нужно обязательно выучить и знать любому православному человеку? Ну, вы знаете, такой задачи церковь не ставит, чтобы все наизусть выучили и сдали на пятерку. Это происходит достаточно органично. Если человек живет в церкви, то он постоянно молится, он постоянно совершает молитвы и все постепенно само усваивается. Но я думаю, что главная молитва – это отче наш, это символ веры. Символ веры нужно знать. Спасибо большое, отец Максим, за интересную беседу, как всегда. На все вопросы наши ответили. Я всегда рад с вами встретиться и с нашими телезрителями, ангелы-хранители вам Божьей помощи. Спасибо. А мы с вами увидимся уже в мае. Если у вас возникли вопросы к нашему гостю, священнику Максиму Курленко, вы можете оставить их на сайте Национального телевидения либо в специальной группе ВКонтакте, в разделе. Ждем ваших вопросов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова